Продолжение следует... В котором стоит мотор-колесо? Так и есть, стоит мотор-колесо. Так получилось, что нам передали тот самый скутер с мотор-колесом, с увеличенным мотор-колесом, который тестировался где-то в 2016, наверное, до года. И сейчас это колесо у нас. Мы решили его поставить в другой мотоцикл, поменьше. Ну и, в общем, чтобы батарея влезла, чтобы удобнее было. Ну и вот, собственно, что получилось. Как результат едет? Расскажи свои ощущения. Ощущения интересные в плане звука и вот самих ощущений, потому что и звук другой, и вот... Ну как едет по-другому, то есть не чувствуется никаких вибраций, он прям плавный идет. И по звуку точно так же, как летающая тарелка. А касательно вибраций, это в сравнении с ДВС-кой или это все-таки... Нет, в сравнении именно с мотор-колесом, который на магнитах. И там вот какие-то вибрации чувствуются, когда вот он начинает, например, трогаться, там что-то такое... Я не знаю, как это писать. Я понял. А здесь прямо плавно это все делается, и звук вот именно НЛО. А касательно наката? Накат шикарный. То есть фактически... Разогнался и все, катишься. То есть как будто на нейтральной передаче. Да. Отлично. На мотор-колесах с магнитами тоже такое есть, потому что что-то говорят, что там наката вообще нет. Там накат есть, но здесь он значительно лучше, прям, ну, это ощущается. Я понял. Расскажи, а над чем еще работаешь, ну, какими проектами? Может быть, что-то со Славянкой есть в разработке? Есть со Славянкой, но не в разработке уже, ну, сколько, больше года, наверное. Вот этот ДА-90 мы испытываем. Есть байк Босс. Собственно, в ДА-90, если все знают, 3 киловатта номинала, 9 в пике. У меня 17 где-то в пике. Ну, и 17-20 я туда вкачиваю, ну, чтобы узнать, что он может. Ничего, может, все нормально. Отлично. Максимум я его нагревал до 126 градусов. Вот на 17 киловаттах, то есть он может. Шикарный мотор. Расскажи, может быть, нам одним из первых, что в ближайшем ждет нас на твоем YouTube-канале? Ну, и вообще, расскажи, что за YouTube-канал. Ну, YouTube-канал называется MacLeod ElectroDecobras. Что ждет? Вот что ждет нужный вот и серый, потому что я на нем пока езжу 2 дня. Только вот мы его собрали. Будут и его тесты, будут тесты, собственно, Босса с D90S. Мы недавно собрали байк, этот самый, КТМ, КТМ-Дюк, по-моему, на DA100S. Он еще веселее придет. Прям красивый получился, скоро тоже выйдет. Ну, и так далее. Очень много интересного. А вот интересный вопрос, раз ты уже сказал про КТМ. Сколько максимальную скорость? Проводились уже тесты? Там проводились. Мы разгонялись 108, по-моему, или 106, сейчас не помню. Но там еще надо было настроить. Я понял. Расскажи свои впечатления от этого мероприятия. Ну, мероприятие шикарное. На самом деле, хорошо, что такие проводятся, потому что как-то на электротранспорт особо себя забивают. А вот так собраться, узнать о новинках каких-то, это интересно. Сегодня очень большой ажиотаж около нашего стенда. Подходит огромное количество людей, интересуется технологией, техникой представленной. Вот много ли народа к тебе лично уже успело подойти и поинтересоваться, что же это за колесо с открытыми обмотками? Меня просто... Я же делал анонс этого мероприятия, ко мне подходят, спрашивают, а где, а на чем ты приехал, нужно посмотреть. Я говорю, вон там стоит. Ну и все. Отлично. Хорошо. Спасибо тебе большое. Самая интересная штука, вот. Она как всегда. Николай, пользуясь случаем, я тебя хочу пригласить в нашу студию, записать еще некоторые сюжеты, может быть, поснимать какую-то технику, видеообзоры. Я думаю, зрителям будет это интересно. Можно. Как смогу, как говорится. Отлично. Тогда будем на связи. Будем. Георгий, здравствуйте. Расскажите. Здравствуйте. Кто вы и зачем вы сюда пришли? Чем вы здесь занимаетесь? Я, Георгий Чанин, получается, механик Дмитровского детского дома-интерната. Всегда мечтал о том, чтобы двигаться на электротяге. С самого детства у меня была мечта построить электроцикл. И благодаря двигателям Дуэнова у меня наконец-таки это получилось. Что здесь? Здесь когда-то был китайский мотоцикл, стелс-триггер 50СМ. И он превратился в монстр. Что я не боюсь этого слова сказать. Во главе стал двигатель ДНО, ДА-100С. Год работы. И вот результат перед вами. А здесь я праздник электротранспорта. Мне кажется, было грех пропустить такое мероприятие. Создавать своими руками подобное удовлетворение. Много людей подходит и интересуется техникой? Да, с самого начала дня подходят люди, интересуются. Очень сильно удивляются то, что это российский двигатель, российская разработка. Им очень это нравится, удивляются, спрашивают, задают вопросы. Возможности отвечают, что знают. А немного о технических характеристиках. Не поделитесь? Время разгона, максимальный пробег. Да, конечно. Смотрите, у нас здесь получается, как я и сказал, ДА-100С. Асинхронный, безмагнитный двигатель. Пиковая 15 кВт. В итоге у нас что получается? У нас получается то, что разгон до 100 км в час это 4,5 секунды. Максимальный пробег в экономичном режиме это 150 км. Если в режиме insane, то в районе 100 км получается. Аккумулятор 60 Ач. Контроллер 275 А. Вот так. А настройку контроллера мотора производили сами? Или уже хит-комплект готовый? Нет, настройку сам все производил. В одном месте покупал двигатель, в другом месте покупал аккумулятор. Все это скомпоновал. Сам, получается, переделал мотоцикл. И настройку осуществлял сам, благодаря помощи Виктора Арестова, Андрея Лотлобова. Большое им спасибо, кстати. То, что если бы не они, проект бы еще так числился бы незаконченным. Все получилось. Отлично. А система привода как реализована? Система привода это прямой цепной привод. Правда, сейчас я уже заказал шкивы. То есть, это будет ременная передача. Но сейчас пока еще классическая цепь. Передачное отношение получается здесь 5. Что еще? Прямой цепной привод. Отлично. Результатом довольны? Более чем доволен. Пообщался здесь еще с людьми. Нашел небольшие, так сказать, недочеты в своей работе. Несу корректировки. И на следующем электрофесте увидимся здесь. Отлично. Если бы была возможность взять серийный образец любого бренда, который бы вы захотели, поменяли бы данный аппарат на него? Нет, ну это же уже вложил душу, так сказать, как можно поменять. Уже столько с ним пройдено. И, так сказать, и в горе, и в радости провел с этим мотоциклом. Нет, не поменял бы. Как считаете, технология совмещенных обмоток «Славянка» имеет потенциал при выходе на мировой рынок? Безусловно, данная технология имеет потенциал. Потому что технология позволяет экономить более 30% электроемкостей. Соответственно, 30% экономия более чем конкурировать может на рынке. А тем более синхронные двигатели, они, как всем известно, они повсюду. Все производства на синхронных двигателях. Tesla, Duino двигатели уже, получается, между ног, так сказать. Да, конечно, имеет место быть технология, уникальная, в своем роде. И вообще, проект Duino, на самом деле, хочется сказать от себя, это тот редкий момент, когда вложенные деньги, ты видишь, что с ними происходит. Как реализуется проект, как строится бюро, то есть еженедельные отчеты. Это не скам, так сказать. То есть ты вкладываешь деньги и видишь, что люди на них делают. То есть есть надежда, что это вырастет во что-то большое, глобальную гиперкорпорацию. Я слышал, что вы, в принципе, довольно глубоко в теме проекта и знаете, о чем идет речь. Кем вы являетесь в проекте? Я являюсь инвестором в проекте, инвестировал с 17-го года. Очень удобная, кстати, возможность рассрочки в проекте существует. То есть не надо сразу накапливать большую сумму денег для того, чтобы стать инвестором. В 17-м году, да, я взял рассрочку, успешно ее закрыл. И в данный момент я являюсь инвестором проекта, владельцем долей. Спасибо вам большое за то, что популяризируете технику, используете наши двигатели. И я надеюсь, что они вас будут только радовать. Большое спасибо вам за технологию. Спасибо большое.